Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на комплексных мероприятиях, посвященных наукам об океане и климате, которые проводят Федеральное агентство по делам в Сотружество независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному коммунитарному сотрудничеству, Россотрудничество. Сегодня у нас особенное событие – это онлайн-курок для школьников, а может быть даже и для их родителей. Название урока – «Два полярных океана». С радостью представляю вам нашего преподавателя. Это Елена Жаркова, представитель России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики, автор и лидер эколого-просветительских проектов. В том числе и инициатор серии уроков для школьников «Активаем Антарктику вместе». Во время урока не стесняйтесь, так скажем, поднимать руку и задавать вопросы в чате зума или в комментариях под видео. Елена, вам слово. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада начать наш прекрасный урок. Он называется «Два полярных океана». И будем с вами разбираться потихонечку, почему два полярных океана, откуда они взялись. Ну, приступим. Итак, начнем просто с океана. Что такое океан? Иногда люди говорят, что нашу планету можно было бы звать не Землей, а Голубой планетой или планетой океан. С чем это связано? Давайте посмотрим на эту схему. Океан – это 71% поверхности нашей Земли. Представляете, какой он огромный? Суши совсем немного. В основном у нас одни океаны, и совершенно разные. При этом 45%, почти 50, половина – это океан, который находится вне границ каких-либо государств. Он никому не принадлежит. И такие океаны или моря называют открытые моря. И представьте себе, что океан – это 97% водных запасов и более 200 тысяч видов. И огромное количество, конечно, мы еще не знаем ни видов, ни бактерий. И постоянно приходят новости, что кто-то открывает новые виды. И многие ученые говорят, что про космос мы знаем гораздо больше, чем про океаны, которые рядом с нами. Итак, давайте разбираться дальше. Что у нас с вами есть? Итак, Мировой океан. Какие же океаны у нас есть? У нас есть Тихий океан, Атлантический, Индийский. И они у нас находятся посреди планеты. А сверху и снизу на Северном полюсе и Южном полюсе есть два полярных океана. Они на полюсах, поэтому они называются полярными. Итак, на самом верху находится Северный Ледовитый океан. Он находится в Арктике, про который мы с вами хорошо знаем. Если опять же посмотреть на нашу схему, вот он сверху, если посмотреть сверху на нашу планету. Здесь нет материка. И Северный Ледовитый океан, и Арктика. Там есть льды, которые намерзают во время зимы. И есть многолетний лед, который там долгие годы не тает. Есть однолетние льды, которые намерзают зимой, но летом, когда лето в Арктике, они тают. А теперь давайте посмотрим на Антарктиду. И на Антарктику, и на Южный океан. Итак, вот Антарктида. Это уже материк, если смотреть сверху. И его окружает Южный океан. Причем ученые достаточно долго спорили, есть этот Южный океан, нет этого Южного океана. Но совсем недавно, вот в 2000-х уже точно решили, что есть Южный океан. Он по границам, там есть циркумполярное течение. И вот в рамках этих границ и параллелей выделили Южный океан. Вот видите разницу? Северный Ледовитый океан, где нет никакого континента посредине. И Южный океан, который окружает Антарктиду. Так, подождите, у меня что-то зависла презентация. Так, я в эфире, все хорошо? Тут все зависло. Коллеги? Да, да, мы вас слышим. На меня зависла каким-то образом презентация и ни на что не реагируют. Подождите немножко, сейчас я попробую решить это. Вот, загрузилась следующая. Итак, океаны. Что же такое океаны? Океан, он огромный. Мы выяснили, где Северный Ледовитый океан, где Южный. Но океаны находятся под угрозой, причем все. Что же им угрожает? Давайте потихонечку с этим разбираться. Итак, первое, что является угрозой, это чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря. О чем же это речь? Это речь идет о том, что мы все едим с вами рыбу, и по большей части вся она к нам поступает из океанов. И так получилось, что в нашем мире порядка 30% это браконьерство. Люди активно с этим борются, международные организации. Но до сих пор улов, который идет незаконно, очень большой процент у этого улова. Ну и помимо незаконного улова, ННН промысла, как его называют, и браконьерства, есть еще и дополнительный улов. Очень часто в сети, которыми ловят рыбаки, попадают и птицы, и морские млекопитающие, и черепахи. Многие мы с вами видели такие кадры. Этот дополнительный улов часто тоже погибает. Это и есть чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря. И так как, представляете, порядка 30% идет браконьерский промысел, неучтенный промысел, мы не знаем, насколько сильно истощены уже океаны. Но это многие ученые и многие путешественники, которые бывают в разных морях, об этом и говорят. Например, все мы знаем про Конюхова. Так вот он написал, что он шесть раз был в Южном полярном океане. И в этом Южном полярном океане за каждую свою экспедицию он наблюдал все меньше и меньше и птиц, и животных. И сейчас он, порядка его наблюдения, он в своем дневнике написал, океан пустой. Представляете, какая идет чрезмерная эксплуатация? И об этом обязательно нужно говорить и помнить. Что еще происходит с океаном? Это изменение климата. А как изменение климата влияет на океаны? Оно влияет таким образом, что, во-первых, океан теплеет. Посмотрите на схему, которую перед вами. Вы видите, где более красные, менее красные? Так вот, по всему миру температура океанов сильно меняется. И это огромная опасность. Потому что, например, кораллы, если температура меняется на 2-3 градуса, то они погибают, они засыхают. И таким образом рыбы, которые вокруг них были, тоже пропадают. Следующее, чем опасны изменения климата, это тем, что меняется химический состав воды. Например, когда вода становится теплее, меняется кислотность океана. И таким образом у организмов, у которых должны были быть панцирь, то они не могут организовываться. Ну и, конечно же, меняется температура воды, которая становится непригодна не только для кораллов, но и других обитателей, которые, например, могут не уйти. Говорят, что наземная среда гораздо лучше приспосабливается к изменению климата, чем морская. Потому что, как мы знаем, и морские звезды, и другие организмы, живущие в море, они не могут быстро передвигаться. И когда происходят волны тепла, о которых многие сейчас говорят, если животные могут убежать, сверху птицы улететь, то многие придонные обитатели, они просто погибают из-за высокой температуры. Следующее, о чем я хотела бы поговорить, это загрязнение океанов опасными веществами и отходами. Но здесь вообще все довольно просто, потому что мы с вами, многие видели картинки про мусорные острова, что их огромные больше Франции, в Тихом океане, везде. Это мы с вами прекрасно знаем. Но сейчас ученые уже заговорили и о другом, и о микропластике, и даже о нанопластике. Выяснилось, что практически все рыбы разных пород, даже которые мы с вами едим, они уже заражены микропластиком. Практически у всех животных, там, черепах морских находят пластик в желудке. Тысячи животных гибнут из-за пластикового мусора, который они воспринимают за еду. Мы все знаем много картинок, как находят китов с желудками полными, пластиковых пакетов и отходов. И здесь нужно понимать, что вот эти загрязнения опасными веществами и отходами. Ну и не надо забывать про страшные аварии, когда танкеры, происходит разлив нефти, когда недавно мы знаем, что произошло в Норильске, какой большой был урон для Северного Ледовитого океана. И таким образом я рассказала вам немного о опасных веществах и отходах. Вот о паре отходов можно очень интересно рассказать. Все мы знаем про то, что рыбу ловят сетями. А иногда эти сети отрываются. И представляете, эти сети, они становятся призраками в океане. А как они становятся призраками? Они не тонут и плывут. Пока они плывут, в них попадают рыбы, в них попадают киты, дельфины и все-все-все обитатели. Когда сеть становится тяжелой, она падает на дно. И там разлагаются животные и организмы, которые попали. Потом она опять поднимается, опять также плывет и собирает. И таких сетей длиной по километру их очень-очень много. Поэтому их называют призраками. Вот эти призраки, они плывут по океану и убивают огромное количество животных. Это страшная проблема с точки зрения экологии. Поэтому за этими сетями их нужно каким-то образом контролировать, убирать. Чтобы животные, которые находятся под другим прессом, как мы уже с вами говорили, и чрезмерная эксплуатация, изменение климата, загрязнение химическими отходами, да еще и такие страшные сети. Ну а теперь переходим к шумовому загрязнению. Это очень интересный факт, о котором хотелось отдельно поговорить. Об этом мало кто рассказывает. Итак, что такое шумовое загрязнение? Представляете, если рядом с вами идет какая-то колоссальная стройка или поезд постоянно ходит. Так представляете, например, есть корабли. Они ходят, и у них очень шумят их моторы и вентили, которые идут. Это все очень влияет на морских обитателей, потому что для многих животных, которые живут под водой, эхолокация и звуки практически заменяют зрение. И они страдают от этого шумового загрязнения. И, например, удивительное исследование, которое проводил один из ученых, он изучал ушную серу в китах. То есть находили, когда киты выбрасываются или погибли, внутри черепа находили ушное отверстие, в котором была сера. И так по этой серии выяснили, что практически все животные очень сильно страдали во время Второй мировой войны, потому что тогда было много боев с применением подводных мин, и шум в океане был такой, что у всех китов остался след. А какой след? Представляете, у них уши закрыты внутри, и сера, она нарастает, как кольца у дерева. И когда были самые шумные годы, тогда серы больше. И таким образом показали, насколько киты страдают от шума. И всем нам известно, что, например, на том же самом Сахалине, я работала там в экспедиции, когда ученые наблюдали, что идет разработка нефти, и необходимо обязательно очень внимательно следить за китами. Потому что если очень шумно, они не кормятся, у них стресс, малыши могут не доедать. И таким образом это сильно влияет. Ну, закисление океана мы уже поговорили, оно связано с высоким поглощением углерода, потому что, например, наш океан, мы давайте вдохнем два раза. Один раз и второй. Вот для второго нашего вдоха весь кислород дал нам океан. Все знают про то, что есть процесс фотосинтеза в листьях, но мало кто знает, что он есть еще и в океане. Там огромное количество водорослей, которые тоже поглощают углерод и производят кислород. Так вот, океан наш, большой-большой фильтр, который поглощает все из атмосферы. И количество углерода он поглощает тоже очень-очень большое. И из-за этого меняется химический состав воды, и закисление происходит. Например, недавно ученые выяснили, что один из наших двух полярных океанов за счет течения и за счет больших возможностей поглотил порядка 40% лишнего углерода, который мы производим, и лишнего тепла. Это именно Южный океан, где находится Антарктида. Ну что, менее 1% мирового океана находится под защитой. Мы очень внимательно с вами разобрали все угрозы. И представляете, всего 1% у нас под защитой. И ученые стали говорить о том, что защищать нужно больше и больше, и это крайне важно. И вот одни из страшных фактов, что кислотность возрастет на 150%, что мусора станет больше, чем рыбы к 2050 году. А это уже совсем недалеко, всего 30 лет. И что нам срочно нужно пересматривать систему управления океанами. Ну, и теперь ведем к нашим полярным океанам. Почему они важны в этой системе, и почему мы о них так внимательно говорим. Представляете, несколько лет назад ученые решили узнать, какие же океаны самые чистые во всем мировом океане. Они провели исследование, где исследовали химическое загрязнение, шумовое загрязнение, и много-много-много по многим спектрам. И выяснилось, что, например, почти самый чистый в первозданном виде, это Южный океан, который окружает Антарктиду. Он 88,5%. А Арктика, наша с вами северная, у нее около 70% чистоты. Представляете, самые чистые уголки на планете. А теперь мы переходим к течению. А почему к течению? Которая идет у нас из крана, и в которую попала какая-то химия или микропластик. Мы можем... Она потом попадает в океан. Так вот, представляете, в океане тоже есть огромные круговороты течений. И так или иначе идет постоянное замещение воды. И вот вы видите круговороты, круговороты. Есть холодные течения, есть теплые течения. И что важно знать, что, например, вокруг Антарктиды идет огромное циркумполярное течение. И это циркумполярное течение, вот здесь оно заходит частями в Тихий океан, в Атлантический океан, в Индийский океан. А здесь вода, например, из Антарктического по течениям доходит до Арктики. И таким образом они, как два сообщающихся сосуда через воду находятся, этих два полярных океана. И что важно, что когда идет эти течения активные, то... Извините, я отвлеклась ненадолго. Я увидела, что в чате что-то... Ведь эти течения, они забирают лишнее тепло из тропических зон. И несут их все на север, в Северный Ледовитый океан, и на юг, в Южный Ледовитый океан. И там, в этих океанах, вода идет вниз, идет водозамещение, охлаждение воды. Она наполняется кислородом, питательными веществами, и назад возвращается в центральные районы нашей планеты. Таким образом, Северный Ледовитый океан, Южный Ледовитый океан, они являются генераторами холода, они охлаждают нашу планету, они делают ее пригодной для жизни. И изменение климата, о котором мы сейчас говорим, и антропогенный фактор, оно, безусловно, влияет опосредованно и на Арктику, и на Антарктику, потому что они активно охлаждают нашу планету и помогают нам. Давайте перейдем дальше к нашим полярным океанам. Подождите, у меня опять немножко зависает презентация. Ну что же, пока опять, опять процесс стал. Не знаю, с чем это связано. Надеюсь, сейчас мы этот вопрос решим. Вот, переходим к нашим океанам. Итак, Северный Ледовитый океан, он находится в Арктике. Арктика, видите, образована от греческого слова арктос, медведица, белая полярная медведица. И таким образом, Арктика, Северный Ледовитый океан, это непосредственно про белых медведей, которые там обитают. А теперь мы перейдем дальше к Антарктике. Антиартикос. То есть, видите, там, где нет медведей, Антарктика. Это потом мы разберем. Итак, Антарктида или Антарктика. Какая разница? Дело в том, Антарктида – это континент, а Антарктика – это целый регион, так же, как и Арктика. В него входит не только континент, но и Южный океан. О котором мы с вами говорим. На самой Антарктиде она покрыта почти целиком льдом. Там 99% – это лед. Но также там есть пустыни, где, например, испытывали марсоходы, потому что на них целыми тысячелетиями никогда не было осадков, ни дождей, и ничего. Антарктида – это самый холодный, самый ветреный континент. К тому же там находится огромный запас пресной воды в этих льдах. Порядка 60% всей воды находится на ледяной шапке Антарктиды. Итак, мы с вами поговорили о том, что такое Арктика – это про белых медведей, Антиарктика, Антарктика – там, где нет медведей. И разобрались, что Антарктида – это континент, а Антарктика – это регион вместе с Южным океаном. Итак, изменение климата. Что происходит в Южном океане из изменения климата? Мы уже об этом вчера немного говорили в рамках нашей лекции. И сейчас я поговорю совсем коротко и самым простым языком. Итак, что же происходит? Вода становится теплей. Изменение климата. Это происходит то же самое и в Арктическом регионе. Просто недавно, в июне, ученые издали большой репорт, репорт, простите, отчет. Изменение климата и устойчивость к Южному океану. О чем это? Итак, происходит изменение климата на нашей планете. И на регионах, которые охлаждают нашу планету, это очень активно влияет. А что происходит? Давайте разберемся. Во-первых, становится теплей и отступают ледники. Они уходят глубже континента. Изменяется континентальный шейф, изменение экосистемы. Почему? Меняется температура, доступ к Солнцу, и там тоже происходят изменения. Происходит потеря льда. Из-за потери льда что у нас происходит? У нас криль, основа всей экосистемы Южного океана. Дело в том, что криль это такие маленькие, маленькие, ракообразные. По размеру я бы их, наверное, даже сравнивала больше с комарами или мухами, чем с креветками. Они малюсенькие. Но их там так много. Этот вид, он самый большой по биомассе на всей планете. Представляете, вот один вид, и у него самая большая биомасса. И криль, чем он важен, чем он так интересен для нас, для всех. Представляете, он, во-первых, основа всей экосистемы огромного Южного океана. Там живет 17 видов пингвинов. Там находятся киты, тюлени, огромное-огромное количество разных видов. И все они питаются крилем. Но помимо этого, там еще есть киты, которые приходят туда на полгода, когда там в Антарктике лет, они приходят, там кормятся, накормливают жир, и потом уходят в тропические регионы, чтобы у них появлялось потомство. И они полгода питаются в Антарктике, а полгода голодают. И то же самое происходит и в Арктике. Когда в Арктике, лето, туда многие виды китов приходят, нагуливаются, и уходят в теплые воды для появления малышей. Этим очень важны полярные океаны. Они очень богаты различной жизнью, и летом там много солнца, много энергии, и все практически виды китов там нагуливаются в полярных океанах. Так вот, из-за потери льда что происходит? Маленький этот криль, он живет подо льдом. И когда уходит лед, он отходит дальше из изменения климата. То таким видом, как пингвины в Южном океане, им сложнее кормиться. Расстояние до их еды увеличивается. И то же самое происходит и в Северном ледовитом океане, но это происходит с белыми медведями. Мы сейчас с вами периодически видим ролики, что вот белые медведи в поселке, на помойке, откуда они там взялись? Их не должно быть зимой. Там они должны по льду переходить вглубь Арктики, Северного ледовитого океана, и там кормиться. Но, к сожалению, из-за того, что климат меняется, льды отступают, и расстояние между континентальной частью и ледяной шапкой Арктики увеличивается, многие медведи не могут уже это расстояние переплыть, уйти на зиму в льды арктические, и там быть зимний период. И они остаются на континенте. Это вот одна из проблем изменения климата, которая связана с потерей и отступлением ледников. Следующее, это обрушение ледяного шельфа и вообще больших ледников. Часто сейчас говорят, вот, вот-вот растает ледник судного льда, ледник судного дня. О чем это говорит? В западной части Антарктиды есть ледник в Южном океане, он очень большой, но его подмывают теплой течению, и подмывают его очень активно. Если этот ледник рухнет и растает, то уровень мирового океана достаточно резко поднимется на порядка 60 сантиметров. Это будет большая угроза для населения по всей планете, потому что многие государства находятся на береговой части. У нас практически вся цивилизация человеческая. Это вдоль рек, вдоль берегов морей, и людям придется куда-то переезжать. И кроме того, когда меняется уровень моря, что тоже очень важно знать, и об этом редко говорят, не просто воды остановит, воды становится больше, но изменяется состав почв, например, он закисляется, и невозможно больше заниматься сельским хозяйством. Чаще становятся больше штормы, волны, и это тоже очень активно влияет на качество жизни. Вот что хотелось бы рассказать вам немного об изменении уровня моря и чем опасны обрушения ледников в Южном океане и то же самое и в Арктике, потому что Арктика тоже очень активно тает, и в Северном ледовитом океане ученые ждут, что уже через 5 лет в летний период может не остаться ледяной шапки, к которой мы так привыкли. Давайте идем дальше, разбираться в процессах. Вот я с вами немножко поговорила про уровень кислотности океана, а вот этот процесс фотосинтеза, где маленькие водоросли, которых очень много в Южном и Северном ледовитом океане, они поглощают газ, и за счет этого поглощения он оседает, аккумулируется. Но чем больше этот процесс проходит, чем активнее поглощается, места в океане становится все меньше и меньше. Кислотность повышается, но места становится меньше, и таким образом скоро, возможно, океан не сможет поглощать те излишки углекислого газа, которые мы с вами производим. И таким образом огромное количество будет оставаться, потому что этот фильтр перестанет работать. Ну, следующая угроза это смещение и распределение видов. Мы с вами уже поговорили, что вот белые медведи, если говорить про Арктику, не могут вернуться на ледяную шапку, пингвинам приходится смещаться, например, появляются другие виды, потому что один вид заменяет другой. И таким образом идут перемены в экосистемах, и мы не знаем, чем это все может закончиться, потому что очень много рисков. Ну и, конечно, потепление океана, об этом мы с вами в целостности поговорили. И ученые, они предлагают нам что делать? Это, конечно, сокращать количество углекислого газа, но также создавать морские охраняемые районы. Это крайне важный проект сейчас. Многие ученые говорят, что у нас осталось всего 10 лет на то, чтобы спасти наши океаны, и Южный океан, который самый чистый, и Арктика, которая на втором месте, Северный Ледовитый океан, и все остальные, потому что именно в полярных океанах остался еще ресурс для восстановления. Они еще чистые, они могут дать нам возможность спасти нашу планету. И важно, чтобы оба этих океана были защищены. А каким образом? Это что-то вроде заповедника, морские охраняемые районы, чтобы там была сеть, и повысить устойчивость к изменению климата. Что такое устойчивость к изменению климата? Ну, давайте представим, что есть какой-то район, который охраняется, становится теплее, что-то меняется, но там нет людей, там не рубят, вот если говорить про сушу, лес, там животным спокойно, и он может быть более устойчивым к изменению климата. А примерно другой район, где был лес, где были звери, пришли люди, половину вырубили этого района, сделали там поле, и, конечно, он уже менее устойчивый к изменениям, уже недостаточно ресурсов у природы. То же самое и с морями. Многие говорят, что моря, они, вот мы видим плоскость, и не видим ничего, что снизу, но там все неравномерно. Под водой есть и горы, и ландшафты различные, и впадины, и океан, он под водой, он очень разнообразный. И, например, там, где есть рифы, какие-то кораллы, там могут быть больше рыбы, туда приходят птицы, и такие территории, туда приходят киты для нагулы, как мы уже с вами говорили с вами, что в Северном Ледовитом и в Южном Ледовитом океане на полгода приходят киты нагуливаться и кормиться. И вот такие нетронутые акватории, они крайне важны, и они содержат высокое генетическое разнообразие, потому что мы начали с того, что мы знаем про космос больше, чем про наши океаны. И там еще огромное количество видов генетического разнообразия, которые нам неизвестны, и эти виды, они могут в будущем послужить нам и в медицине, и в каких-то научных разработках. Чем еще важны нетронутые акватории? Там уникальные черты и эндемики. Если говорить про Южный океан, там более 9000 эндемиков, эти виды удивительные. И мы сейчас с вами находимся в процессе, когда, говорят, происходит шестое вымирание видов. Оно катастрофическое, миллионы видов на грани исчезновения. И вот эти вот нетронутые акватории, они могут стать такими буферными зонами и охранными зонами для видов, даже которых мы еще не знаем, чтобы мы могли успеть их изучить, сохранить. Важно создавать защиту для нетронутых акваторий. Что еще важно, что когда создаются сети таких нетронутых акваторий, они поддерживают на уровне экологические эволюционные межвидовые связи. Например, представьте, что большой-большой лес и половина его под охраной. И между ними есть различные коридоры связи, что виды могут переходить из одной зоны в другую. В одной кормиться, во второй размножаться, в третьей нагуливаться. И то же самое с океанами. Очень важно, чтобы таких зон было достаточно для того, чтобы сохранить эти связи и дать эволюции развиваться. Ну и, конечно же, мы уже поговорили, что эти акватории, они более устойчивы к изменению климата и могут таким образом нам помочь с этим кризисом справиться и восстановиться. Но что мы знаем, что всего один процент мирового океана под защитой и порядка тринадцати мирового океана остались нетронутыми для человека. Представляете, только десять процентов океана, который мы еще не изучили, мы не испортили. Поэтому крайне важно эти нетронутые акватории защищать. Ну и про рыболовство. Мы уже с вами говорили про ННН, про мысел, а почему морские охраняемые районы важны именно и в Северном Ледовитом, и в Южном океане. Потому что там происходит восстановление. Вот на этой схемке можно увидеть, что уже учеными доказано, что в морских охраняемых районах там большее количество видов, их размер больше. И когда создается сеть таких районов, то создается стабильность у популяций, даже у тех популяций, на которых ведется промысел, тоже идет хороший улов, потому что это как заповедники для рыбы. Они там нагуливаются, увеличивается разнообразие, восстанавливаются рыбные запасы, ну и, конечно, можно проводить там различные виды мониторинга и поддержки. Ну и теперь, чем важны морские охраняемые районы в полярных регионах? Они важны тем, что обеспечивают охрану всех или части находящихся в нем видов. О чем это говорит? Например, мы берем под охрану какой-то район морской, мы знаем, что там находятся белые медведи, киты, нарвалы, белухи, если говорить про Северный Ледовитый океан, и знаем, что они там нагуливаются, и предоставляем им защиту, но и эти районы могут быть важны и для рыболовства. Так вот, изучая все связи между этими видами, мы знаем, что рыбы там можно ловить только 10% от имеющихся количества, потому что другим животным в рамках экосистемного подхода они тоже нужны, и таким образом морской охраняемый район отвечает всем интересам и рыбников, и виды, мы сохраняем виды, которые там находятся. Там же можно проводить мониторинг экосистем. В рамках морских охраняемых районов создают планы мониторинга и исследований. И здесь я хочу вас вернуть в Южный океан, например, там было исследование, 10 лет изучали морской охраняемый район, и выяснилось, что пингвины на два месяца сдвинули в одном из районов процесс нахождения на гнездах, и поняли, что этот район нужно чуть дольше держать закрытым от рыболовства, чтобы пингвины могли высадить своих птенцов, выкормить, уйти из этого района, потому что в морях все виды мигрирующие, и тогда уже туда может приходить корабли рыболовные и заниматься рыболовством. В общем, многие мор это районы многоцелевого назначения, и сейчас ученые говорят о том, чтобы создать сеть морских охраняемых районов в Мировом океане, а о чем это говорит? О том, что во всем Мировом океане должны быть охранные районы, где виды могут восстановиться, но такие же районы разрабатываются и в Южном, и в Северном Ледовитом океане. Здесь вы видите карту Южного океана, о котором мы с вами говорили, который поделен на 9 областей, и уже вот то, что темно-синим, это морские охраняемые районы, которые уже есть, они фигурируют, там ведутся исследования охраны видов, и они дают огромное, колоссальное количество данных для изучения и понимания, как меняются экосистемы, что происходит в рамках изменения климата, как рыболовство влияет на экосистемы, это очень важно. В зоне номер 8 вы видите, какой огромный морской охраняемый район, это море Росы, практически первозданное, оно очень долго бывает подо льдами, и крайне важное и богатое для изучения. И сейчас вот ежегодно комиссия Антком, она встречается в Фобарте или онлайн, к сожалению, из-за ковида многие встречи происходят именно в виртуальном, гибридном таком формате, кто-то может присутствовать кто-то онлайн, идет обсуждение о создании еще нескольких морских охраняемых районов, это в Восточной Антарктике, вокруг Антарктического полуострова и море Ведела. И тоже крайне важная задача перед нами всеми стоит, чтобы эти районы появились. И в конце я вам покажу забавный ролик, надо все-таки вас немножко развлечь. и такая же работа происходит и в рамках Северного Ледовитого океана, здесь тоже выделены крайне важные зоны для того, чтобы сохранять эти экосистемы и чтобы они были продуктивными. Давайте теперь закончим с презентацией и я вам буду рада показать несколько роликов или если хотите, могу ответить на ваши вопросы. Спасибо, Елена. Действительно урок не только для школьников, но и для взрослых очень-очень даже полезный и, скажем так, заставляет задуматься о тех вещах, о которых мы, к сожалению, не думаем так часто, хотя мы видим по телевизору очень часто обрушаются ледники. Это действительно так или вот нас хотят запугать или привлечь больше внимания или вот обрушение вот этих ледников в океан это естественный процесс. Я хочу сказать, что на самом деле обрушение ледников в океан это естественный процесс, это происходит все время, ледяная шапка она наползает к океану, таким образом идут обрушения, но знаете, самое главное это вопрос в количестве и качестве. Одно дело это естественный процесс, а другое дело когда туда вмешивается, например, антропогенный фактор и это происходит в рамках изменения климата. Вот о чем сейчас многие говорят, что в Гренландии она прошла точку невозврата, то что она точно растает. Сейчас уже ученые пришли к тому, что мировой океан тоже будет увеличивать свой объем, что ледники все равно будут таять, что потепление на нашей планете изменения климата идет очень активно и эта система она очень инертна, она очень медленно. Если мы с вами через 10 лет придем к нулевому выбросу, эффект от этого мы получим только через 50 лет, потому что уже накоплено огромное количество тепла, лишнего углекислого газа и ледники будут таять. Сейчас появилась информация, что уже к концу столетия океан может вырасти на 3-5 метров и процесс, вот недавно вышел отчет Большой МГЭК, что процесс идет гораздо быстрее, чем мы думали. И чем опасны эти обрушения ледников? Тем, что их становится больше и чаще. И если, и мы немножко проговорили про ледник судного дна, если он упадет, растает, и это произойдет быстро, то океан очень резко поднимется на 60%, и будет огромное количество климатических беженцев или климатических переселенцев, еще спорят, как их называть, но из-за изменения климата многие люди перестают иметь возможность заниматься животноводством, сельским хозяйством. И даже сейчас уже в некоторых регионах больше засух, меньше воды. Мы видим там Аральское море, что люди уже не могут жить, где жили раньше. В тропических зонах очень активно пропадают коралловые рифы, становятся меньше рыбы. И изменение климата на местах, на людях, которые живут природой, они видят это гораздо больше. И поэтому ледники это естественный процесс. Но за счет нашего антропогенного фактора он просто идет гораздо активнее и быстрее. Спасибо. Вот Ильяс задает вопрос. Политики любят ссылаться, что поцепление климата это тоже естественный процесс, а не влияние человека. Что можно им сказать в ответ? Я хочу сказать, что мне кажется, что уже вот этот процесс, что это политика, и политики говорят, что это политика, что это все-таки меняется. И если пять лет назад они активно об этом говорили, то сейчас уже в нашей стране признали антропогенный фактор. У нас есть ряд прекрасных ученых-климатологов, которые на международном уровне являются ведущими учеными, которые говорят об антропогенном факторе. И уже научно доказано, доказано нашими с вами учеными из Института Арктики, Антарктики при помощи ледяных кернов изучено, как менялась атмосфера. Дело в том, он является своего образа таким упакующим. Он как в пакетике забирает уровень химических составов воздуха и таким образом хранит его на тысячелетии. Вот у нас есть база данных, как менялась атмосфера на нашей Земле на многие-многие сотни лет. И таким образом сейчас выяснилось, что за счет антропогенного фактора у нас очень высокое количество углекислого газа. И это связано исключительно с нашей нынешней цивилизацией, с использованием современного топлива, нефть, бензин, газ, вот то, что мы с вами делаем, и выпускаем огромное количество этих газов, из-за которых идет потепление. И если политики говорят, что это политика, то им надо говорить, что вам немедленно нужно почитать наших с вами отечественных ученых, которые прямо об этом говорят. Это признано, Россия признала, что изменение климата является антропогенным по большей части, ученые, многие говорят об этом, и активно поддерживает Парижское соглашение и другие меры по восстановлению, по созданию, как говорят сейчас, карбонного рынка, созданию карбонных полигонов. Что значит карбонные полигоны? Это те места, где активно идет всасывание углекислых газов, например, болота. Здесь мы с вами поговорили про моря и океаны. Они тоже могут быть очень важным инструментом и зонами, где всасывается углекислый газ. Спасибо большое. Вот еще один вопрос. Когда мы учились в школе, не было Южного океана. Откуда он появился и почему? Вы знаете, когда я училась в школе, Южного океана тоже не было. И для меня тоже было большим сюрпризом, откуда же он взялся. Что за Южный океан? Так вот, ученые, они как его открыли, скажем так, и укрепили. Дело в том, что вокруг Южного океана есть циркумполярное течение. И там есть своя зона со своими видами. Там 9000 видов эндемиков. И решили, что в рамках вот этого циркумполярного течения все-таки океан совершенно другой. У него другой химический состав, другие виды. И надо его выделять. Здесь я хочу напомнить, что мы открыли-то саму Антарктиду 200 лет назад. И это очень малоизученный регион. И сейчас, когда данных становится больше, активное изучение этого региона было как раз в прошлом столетии. И сейчас. И вот в 2000 году решили его выделить. И как раз этим летом международное географическое сообщество, они сказали, что да, Южный океан все-таки он совсем другой. Это не юг Тихого океана, юг Индийского, юг Атлантического. Нет, это Южный океан, Южный ледовитый. Он окружает Антарктиду. Поэтому вот сейчас договорились. Так что мы с вами можем радоваться, люди, скажем так, моего возраста, что во время того, когда мы с вами что-то узнаем, наука идет вперед. Вот создали Южный океан, открыли его заново, потому что там другие виды, другой состав, и это очень интересно. Спасибо огромное. Я думаю, если у нас еще будут вопросы, тогда мы их опубликуем уже на нашей странице, где будет размещена запись лекции, урока. А вы обещали нам видео. Давайте я сейчас попробую включить видео, чтобы все заработало. Ну, это, как обычно, не так просто. вроде все у меня уже было включено. Сейчас, одну секундочку, одну секундочку. Немножко подождем. Так, у меня почему-то либо включается зум, либо видео. так что, я думаю, что, может быть, мы потом демонтируем, потому что почему-то, а вот, сейчас, еще одну попытку, дайте мне, пожалуйста. Конечно. Я изо всех стараюсь, просто технические трудности, они всегда имеют место быть. нет, на видео почему-то не открывается, не открывается файл, которым я хочу поделиться в ShareScreen. Я думаю, что это очень техническая вещь, вот, тогда, да, мы запустим ее к записи нашей трансляции, делаем ссылку, если у вас, например, есть какие-то еще дополнительные материалы, которыми хотите с нами поделиться, потому что презентация действительно была невероятно интересной и полезной для школьников, для учителей, которым действительно сейчас нужно уже по-другому немножко, да, рассказывать о материале, поэтому мы будем очень признательны, если, да, поделитесь с нами видео и своей презентации. Елена, спасибо огромное, это был прекрасный урок, будем направлять вам вопросы, если вдруг они еще у нас появятся от наших участников, урок можно будет посмотреть в записи на нашей платформе и на сайте Комсомольской Правды. Спасибо вам. Спасибо большое, любите океаны. Спасибо, до свидания. Я напоминаю, что у нас закончился наш урок, два полярных океана, но на этом не заканчиваются наши комплексные мероприятия, посвященные наукам об океане и климате, которые проводят Россотрудничество совместно с нашими партнерами. Это Коалиция по сохранению Южного океана и Антарктики и Центр морских исследований Московского государственного университета. Впереди из мероприятий это международный молодежный конкурс научных идей для студентов и преподавателей вузов «Серебряная волна».